Звук перфораторов, тяжелая техника и груда строительного мусора. Вот уже три дня как в парке орудуют рабочие. Сразу несколько бригад. Одни демонтируют старое покрытие на аллее и дорожках, другие роют траншею для прокладки электрокабеля. Проводов над землей больше не будет. Установят новые опоры, да и в целом система уличного освещения станет современнее и разнообразнее. Своя подсветка будет и у фонтана, и у качелей для взрослых, что установят рядом с ним. Вновь восстановленный, благоустроенный, по сути реконструированный фонтан. Он будет полупешеходный, достаточно интересное решение дизайнерское. Поэтому сейчас как раз ведутся активно работы по демонтажу конструкции. Кроме этого в парке появятся различные игровые детские площадки на разный возраст ориентированные, современные, из экологичных материалов. А еще дорожки, облицованные плиткой белый мрамор, новые скамейки, беседки и другие малые архитектурные формы. Среди новых объектов будет и один достаточно большой, знаковый для парка. В этой части парка разместится новый амфитеатр, малая сцена, круглая в диаметре и с сидениями для зрителей в форме амфитеатра. Изменится и ландшафтный дизайн. Добавят кустарников и деревья. С одним из десяти растущих сегодня дубов свяжут новую традицию парка. С этой дорожки, с этой тропы, ведущей от дерева дружбы и начнется та самая экотропа. А у нас в парке на территории бывшего ботанического сада имеется 10 дубов. И эти 10 дубов будут соединены как раз с экотропой и дальше будет развитие уже получать. Раскрою немножко тайну. Дальше в дни празднования, дни рождения парка мы будем высаживать ежегодно дубы вдоль этой экотропы. За счет нацпроекта «Жилье и городская среда» этот объект стал победителем народного голосования 2022 за благоустройство общественных территорий. На ремонт потратят порядка 120 миллионов рублей. Масштабное преобразование, говорит руководство парка, позволит проводить здесь больше разных мероприятий. Но главное – воплотит в жизнь концепцию места с богатой историей, столь привлекательную для туристов и для развития города в целом. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.